Как я всем говорю, мы переехали в Тамбов на заработки, потому что после того, как мы переехали в Тамбов, бизнес начал идти лучше, потому что здесь спокойно, здесь есть время для раздумий. Андрей Захаров перевел свою компанию из Москвы в Тамбов 4 года назад. Сейчас агентство занимается арендой персонала или IT-аутстаффингом. Подчиненные Андрея ведут поиск молодых тамбовских дарований для московских работодателей в сфере IT. По мнению молодого человека, снижение налоговой ставки на Тамбовщине для отрасли, в которой он работает, побудило бы большинство столичных IT-компаний последовать его примеру и поменять регистрацию в пользу нашего региона. Была инициирована идея создать IT-кластер в Тамбове, который бы работал и развивал IT-направление, IT-сферу, поднимал компании IT-шные в Тамбове за счет понижения налоговой нагрузки. Мы планируем и надеемся, что это даст возможность расширить количество компаний, дать новые рабочие места, увеличить налоговый поток в бюджет города, области. Эту инициативу руководитель IT-компании и его единомышленники решили донести до Управления регионального развития. Оказалось, что в Тамбовской области об IT-бизнесе уже позаботились. Правда, доступная льгота будет только для резидентов единственного действующего в регионе IT-технопарка Мейалта. В этом году мы подошли как раз к законодательному закреплению налоговой льготы по упрощенной системе налогообложения для тех налогоплательщиков, которые используют в качестве объекта налогообложения доходы. Были приняты изменения в закон, в соответствии с которыми со следующего года резиденты технопарка, соответствующие тоже определенным критериям и определенным видам экономической деятельности, которые закреплены в законе, они могут претендовать на пониженную ставку. Речь идет о 2% вместо 6%, которые сейчас платят государству представителя IT-бизнеса по упрощенной системе налогообложения. Воспользоваться льготными условиями и получить статус резидента можно будет уже в следующем году. Нужно лишь соответствовать критериям IT-компании. У нас в законе закреплено 4 класса, 4 вида экономической деятельности, которым должен соответствовать резидент технопарка. Это и производство компьютерного обеспечения, и разработка, и научная деятельность в данной сфере. 4 класса закреплено. Для того, чтобы IT-компании стать резидентом технопарка, необходимо будет выполнить ряд условий. Первое – это отсутствие долгов. Второе – это регистрация в Тамбовской области. Ну и третье – это, пожалуй, даже основное – отчисление налогов в региональную казну. Согласитесь, требования достаточно выполнимы, да и условия работы здесь очень заманчивы. Напомню, что для резидентов технопарка в Тамбовской области в следующем году будет предусмотрена налоговая ставка всего 2%. Поэтому в 2022 году претендентов на рабочее место здесь будет предостаточно. Марина Корякина, Станислав Попов, Олег Осипов, Анна Мусатова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова